МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-32-99. Всем привет! На ваших экранах программа «Калейдоскоп». И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях, ярких людях и необычных находках. Так что не приключайтесь. Ну а начнем мы нашу программу с событий выставочной жизни нашего города. На этот раз изделия из керамики и живопись представили в салоне на Старом Перекрестке. Глядя на эту яркую посуду, почему-то сразу представляешь стол, накрытый где-то на лоне природы. Вот в этот кувшин можно было бы налить квас, а на блюдах прекрасно смотрелись бы фрукты и ягоды. Если у вас возникают такие же мысли, то, наверное, самое время познакомиться с творчеством Татьяны Лощининой. Вот уже на протяжении 30 лет она занимается керамикой, но при этом в ее работах сочетаются различные художественные направления. В скопинской керамике очень много и скульптуры оказалось, и живописи, и графики. Я боюсь только одного, что мне не хватит жизни, чтобы вообще насладиться всеми традициями промысла. На небольшой выставке в салоне на Старом Перекрестке представлено три направления творчества Татьяны Лощининой. Это традиционная скопинская керамика, авторская разработка Татьяны под кодовым названием «Мозаика», напоминающая, по мнению автора, деревенское лето с яркими лоскутными одеялами и настенные разноцветные блюда. Пожалуй, из этой классификации выбивается лишь подсвечник-натерморт. Это мое слово, внесенное в скопинские традиции. То есть подобного ничего раньше не делали, но это настолько органично и на основе традиций, то есть сама конструкция – это вот уже чисто мое личное внедрение в промысел. Еще один участник выставки, известный в Рязани художник Виктор Грушиновицкий. В основном здесь представлены его пейзажи. 15 лет назад художника больше привлекали авангардные течения, но сейчас он стремится отражать реальный мир. Это мои люди, которые меня окружают, это сюжеты, это рязанские края, природа, небо рязанщины, цветы нашей средней полосы. Я это чувствую, конечно, я это люблю с детства. И, возможно, после того, как я углубился в какое-то враждебное искусство, можно так сказать, после этого я с особой, с каким-то трепетом, с какой-то надрывом, можно сказать, я почувствовал снова то, что меня окружает каждый день. Все эти работы вы можете не только увидеть, но и приобрести в салоне на Старом Перекрестке, где благодаря этой выставке царит по-настоящему летняя атмосфера. А тем временем в нашем городе размышляют, что бы такого придумать, чтобы развлечь рязанцев на протяжении всего лета. Фигуры из песка. Такого в Рязани еще не было. Фигурами из-за льда и снега у нас в городе уже никого не удивишь. А огромные скульптуры из песка – вот это действительно для рязанцев новинку. Хотя во всем мире, да и во многих русских городах с такими песочными чудесами знакомы довольно давно. Вот, например, в Санкт-Петербурге работать с этим рассыпчатым материалом стали с 2001 года. Кстати, тогда скульптор Валерий Петренко впервые попробовал себя именно в таком виде творчества. В 2001 году мне просто предложили попробовать. Я пришел попробовать, но я думал, там что-то небольшое, а там был пятиметровый сфинкс. Надо его было быстро вырезать. Ну, так, тянулся. Но мы не только работаем по песку, мы по многим материалам, и мы не забываем классический, там бронза, мрамор, дерево. Вот, а так мы еще по льду, по шоколаду, по снегу. Конечно же, в работе с каждым из этих материалов есть свои сложности, и песок не исключение. Вот с песком сложность работы, потому что это все-таки стихия. То есть, ну, надо забивать песок, он забит просто с водой, да, в опаловках. Ну, от того, какой песок, как забит, какая погода, и как ты подрыл его, как что. Бывает всякое. Потом рядом работа, например, там, не знаю, забивает свай, и пушка стреляет в Петропавловке. Ну, это тоже влияет. Теперь же Валерий создает фигуры из песка на рязанских просторах. Дело в том, что руководство развлекательного комплекса «Окская жемчужина» решило удивить рязанцев и гостей города. У них было множество вариантов, но они решили остановиться именно на этом, новом для нашего города в виде песочного искусства. Но нам хотелось что-то как-то разнообразить, пребывание людей на пляже, и необычно, сделать это необычно. Вот, и просто вот всплыла в голове мысль, ну, совместно, да, у нас, когда мы готовились к открытию пляжа, о том, что бы было бы интересно, наверное, жителям, и чего еще не было никогда в Рязани, и люди этого не видели, либо видели, но в дальних путешествиях, там, либо за границей, либо где-то по России, когда ездили на наш юг. Почему-то вот всплыли в голове такие идеи, что, а почему бы не сделать что-то, какие-то песчаные, может быть, скульптуры ли, может быть, провести фестиваль для детишек, когда дети наблюдают за изготовлением этих скульптур, да, и параллельно учатся, может быть, каким-то азам. И вот постепенно на берегу живописного озера возникают сказочные герои из песка. Здесь садко играет на гуслях, задумчиво смотрит вдаль русалочка, а воинственный черномор выседает на черепахе. И все это сделано из обычного песка, смешанного с водой. И лишь сверху эти фигуры политы раствором, в состав которого входит клей. Уже сегодня все желающие могут полюбоваться работами, а вот мастер-класс для малышей, скорее всего, не состоится. Ведь скоро скульпторы закончат работу и разъедутся по родным городам. А погода, к сожалению, не располагает к отдыху на пляже. Однако ни дождь, ни ветер самим фигурам повредить не должны. Их делают с таким расчетом, чтобы они достояли до конца сезона. Ну что ж, летом каждый развлекается по-своему. Кто-то любуется на фигуры списка, а кто-то занимается археологическими раскопками. Это не просто груды земли. Это столетия, в которых затерялись частички истории. Найти их, исследовать и сделать выводы о том, как жили наши предки, вот главная задача археологов. Уже 11-й год на территории Рязанского Кремля работает Переиславль-Рязанская археологическая экспедиция. За это время исследователи углубились на 5,5 метров от современной поверхности. Ну а по временной шкале они нырнули на 800 лет назад. В этом сезоне ученые планируют на западной части раскопа дойти до материка, то есть до той поверхности, с которой началась жизнь в Переиславле-Рязанском, а потом приступить к изучению восточной части раскопа. Одна из наших задач – это определить вероятную дату основания города. То есть, когда мы выйдем на материк, мы будем уже примерно знать, с какого времени город уже существовал от заключения на этом участке. В этом сезоне раскоп начал свою работу совсем недавно, но уже сделаны первые значительные находки – осколок амфорной керамики и фрагмент стеклянного браслета. Если вы считаете, что в прошлом году мы находили ежедневно по 10-15 фрагментов, сами понимаете, что это немного. Но, с другой стороны, мы уже вышли в то время, когда стеклянные браслеты еще не были распространены. Поэтому, конечно, сейчас они будут редко стеклянные. Ни одну тонну земли перебрали старательные участники раскопок. Ни один раз они подходили к руководителям с вопросом – что это – обычный камень или осколок амфоры, кость животного или фрагмент древнего украшения. В этой работе самое главное – не ошибиться. Как сапер ошибается один раз, так и археолог может ошибиться только один раз. Конечно, это не так трагично, как у сапера, но, тем не менее, ошибка грозит искажением исторической правды. Вполне возможно, что следующий сезон станет последним в работе Переславы Рязанской археологической экспедиции. Но пока до этого далеко, исследователи рассчитывают на новые интересные находки. Принято считать, что время чудес – это зима. А вот у жительницы из Сасово чудо произошло этим летом. Вера Тихонова из города Сасово даже не думала, что когда-нибудь поход в супермаркет может принести не только вкусные, нужные и качественные продукты, но и сертификат на 20 тысяч рублей. Однако, узнав об акции на самый длинный чек, проходивший в супермаркете «пятерочка», решила попытать счастье. Увидела рекламу, а у нас семья многобекная. В общем, это предложил своим домашним, и они меня поддержали. А почему бы нет, почему бы не поучаствовать в акции? Данную акцию решили провести не случайно. Она была приурочена к открытию 4000-го магазина этой сети. А участником мог стать любой покупатель, истративший в определенный день более 700 рублей на любые товары этого супермаркета. Какова будет сумма самого длинного чека, руководство не могло даже предположить. Предположений не было. Сумма была для нас, на самом деле, сюрпризом. В основном чеки значительно ниже без проведения данной акции. Поэтому мы были удивлены. Приятно удивлены. Действительно было чему удивиться. Ведь Фера Тихонова в тот удачный для нее день стратила на покупки 13 тысяч рублей. Но она отмечает, что ничего лишнего куплено не было. Все нужное. Во-первых, мы, как сказать, тут у нас уже юбилей должен быть был у мамы. Мы закупили там усоки, остальное и этим внукам, бамперсы и прочее. В общем, короче говоря, мы составили список, пробежались, говорим, что нам необходимо. Об истраченных деньгах Вера Алексеевна не пожалела. А уж когда в ее квартире раздался телефонный звонок, и вовсе не могла поверить своему счастью. А мне позвонили, администрация позвонила и сказала мне такую бесть. Как вы на это отреагировали? Была очень счастлива. Вот так Вера Тихонова стала обладательницей сертификата на 20 тысяч рублей. Кстати, их семья уже решила, что подарит эти деньги родителям на юбилей. Ну а мораль из этой истории можно вынести следующую. Нужно чаще обращать внимание на различные акции и не бояться в них участвовать. Тогда повезет именно вам. А некоторые люди способны творить чудеса своими собственными руками. Вот, например, Мирта Велес. Она не только моделирует одежду, но еще и шьет ее. И именно о ней, ее увлечениям, мы расскажем в нашем следующем сюжете. В детстве все девочки любят наряжать кукол в красивые платья. Кто-то со временем эти игры оставляет в прошлом, а для кого-то игра перерастает в серьезные увлечения. Вот только на месте кукол оказываются живые люди. Так случилось и с Миртой Велес, молодым модельером. Ее одежда стала известна в Рязани не так давно, всего лишь около двух лет назад. Но свой путь загадочная девушка с необычным именем Мирта начала гораздо раньше. Я всегда была девочкой немножко нестандартных размеров. Была очень высокая, такая нескладная. И не всегда получалось найти вещи, которые могли бы мне просто подойти по размеру. Там всегда руки были короткие, я так всегда закатывала, делала вид, что это три четверти. Джинсы всегда были очень короткие. Ну и юбки тоже. Ну и мне показалось, что, а может, сама попробовать себе что-то шить? Попробовала, и не получилось. Потом были специальные курсы, литература, желание поступить в Ивановское училище, которому не суждено было сбыться. Но упорству Мирты можно только позавидовать. В итоге она окончила курсы кройки и шитья и смогла воплощать свои фантазии в ткани. Кстати, о фантазиях. Они преследовали Мирту еще раньше, чем она решила научиться шить. Уже в детстве она любила рисовать эскизы одежды и тогда же впервые пробовала создавать наряды. Сложные вещи создаются не сразу с насколку, из тех тканей, которых они уже будут в готовом виде представлены. Обычно это макет из какой-то простенькой ткани. Я брала бабушкины платки и скалывала их на своих подружках, делала ему всякие платья. Сегодня она делает то же самое, только на манекенах. И это больше похоже на волшебство. Отрез легкой ткани, несколько булавок. И вот проходит мгновение, и на наших глазах рождается новое творение. Вообще Мирта очень легкий человек, и такие же легкие наряды она создает для девушек. Во всяком случае, это то, что мы видим сегодня. А вот первую ее коллекцию легкой назвать довольно сложно. У меня была очень своеобразная коллекция, очень, можно сказать, острая. Это были кожаные ремни, переходящие в такой корсаж, очень небольшой. То есть это еще не корсет. Корсет обычно он закрывает и поддерживает полностью, да, выше груди и чуть-чуть неже талии нас. А корсажики, они маленькие такие, пояса. Но с некой пикантной подробностью они шли отдаленно, напоминали такие сбруи конские. Потом было еще несколько коллекций, среди которых есть одна, особенно запомнившаяся рязанцам своей контрастностью. О такой направленности говорило и ее название «Сильные и слабые». Тогда гости первого показа «Мир Тевелес» в Рязани увидели, насколько одежда может подчеркнуть внутреннюю женскую силу или же наоборот, сделать упор на нежность и мягкость. У меня есть определенные взгляды на моду, как на искусство. Я не могу сказать, что я склоняюсь к одному или к другому, или к третьему стилю, потому что не загоняю себя в рамки. Мне нравится что-то, и мне хочется это воссоздать в ткани. Это как рисовать, но не красками, а тканями. Кстати, как рассказывает сама Мирта, рисует она постоянно, иногда даже кетчупом на обоих. Ведь если приходит вдохновение, а оно бывает в гостях у Мирты частенько, нельзя тратить ни секунды, вдруг убежит. Меня вдохновляет все. В основном природа и влюбленность. Я постоянно влюбляюсь. И это не обязательно люди или это мужчины. Это могут быть вещи, это могут быть книги, это может быть музыка. Вот это чувство приподнятое. Эндорфины, серотонин. Просто вот в белом помещении я смотрю на что-то и понимаю, что все, мне хорошо, и мне надо что-то создавать. И рука сама ложится на бумагу и рисует. Как это ни странно, но Мирта не мечтает ни о подиумах Парижа, ни о всемирной славе. Она мечтает создать детскую линию одежды. А пока у нее отлично получаются женские коллекции. Ее платья как будто говорят своим обладательницам мягким голосом Мирты. Ты прекрасна. У тебя все будет хорошо. Ты обязательно со всем справишься. Ну а на этом наша программа подошла к концу. И хотели бы мы вам сказать, что увидимся ровно через неделю, но прощаемся с вами на месяц. До встречи после нашего летнего отдыха в калейдоскопе новых интересных событий. Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на Московском шоссе 20. Телефон 8 920 99 32 99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова